друзья всем привет на улице конец февраля у нас на улице ужасная погода и трища дожди 0 градусов все ходим простуженные ну а сегодня я хочу вам рассказать про то как в нашей джили атлас про работает система мягкого гибрида поехали итак два месяца назад мы купили себе джили атлас про в максимальной комплектации flagship плюс с панорамной крышей тема кстати с крышей просто огонь дети на заднем ряду просто балдеют если честно да и адаптивный круиз радует очень классная тема с радаром поэтому если вы все-таки еще думаете брать вам самую-самую максимальную комплектацию либо перед максимальную без крыши сразу говорю берите только с крышей это сразу две разные машины с двумя разными функциями буквально за очень маленькую переплату мы очень довольны этой темой ну а про сам гибрид что можно сказать в этой машине у нас установлен трехцилиндровый полутора литровый турбированный двигатель и в паре с ним прямо на этом двигателе висит еще и так называемый стартер генератор 40 48 вольтовой системой питания у него есть своя отдельная батарея она лежит в багажнике заряжается на ходу это не электромобиль он от розетки не заряжается и вся эта система именно этот висящий электромотор стартер генератор через ременный привод на коленвал передает там какой-то усилие и тем самым экономит топлива и дает машине чуть больше динамики чем просто с обычным бензиновым двигателем в целом что получается он нам должен экономить топливо и давать большую лучшую динамику по расходу мы уже проехали две тысячи с мелочью километров в основном это городской расход на самом деле с долгими стоянками длинными пробегами и так далее и средний расход у меня бортовой компьютер на сегодняшний день показывает 9 и 4 литра что для достаточно большой машины от желе атлас про это не маленький автомобиль как видите причем полноприводный такой расход для нее по городу очень даже ничего и так показываем как работает старт-стоп непосредственно на ходу вот мы едем-едем-едем буква а горит зелененьким это значит аккумулятор у нас уже подзарядился подъезжаем к светофору начинаем замедляться останавливаться и машинка наша заглохнет хоп все как видим обороты на нуле машина заглохла все системы продолжают работать стоим экономим загорелся зеленый отпускаем тормоз машинка сразу же завелась и поехали в принципе каких-то ощутимых задержек нет все работает достаточно шустро по времени работы самого аккумулятора в гибриде вот допустим мы сейчас стали пробку стоим машинка заглохла не буду отпускать тормоз как видите ничего не происходит мы просто стоим на заглушенной машине и длиться это будет ну достаточно продолжительное время минутку две точно просто им отпускаем тормоз подъезжаем об завелась поехала хочу обратить внимание еще на один прикол когда мы едем вниз с уклона или едем наоборот в горку то гибридная система не работает то есть наверное где стоит какой-то датчик уклона при этом машина сразу переходит в оранжевую букву а как только мы едем по прямой у кого основа становится зеленый поэтому гибрид работает только на прямой интересно обратите внимание едем 60 километров в час на заглушенной машине это так называемая здесь система доката то есть мы разгоняемся до 60 километров в час отпускаем газ машинка глохнет и вот к примеру мы подъезжаем сейчас на красный светофор машина вот только завелась а до этого она тянула меня примерно ну с километра точно чисто на электродвигателе и опять как видим заглохла пятничный вечерний минск уже начинаются пробки потиху толкаемся по городу скоро будут пробки в 8 в 9 баллов также саму гибридную систему можно включить или выключить принудительно здесь у нас есть для этого в меню кнопка старт-стоп включить или выключить и вот здесь вот движение по инерции то есть вы можете это включить можете это использовать а можете не использовать а просто использовать машину как обычную бензиновую в целом очень даже прикольно вот стоишь в пробке экономишь топлива едешь накатом тоже экономишь топлива в общем едешь и экономишь накатом научиться ездить на этой тачке это вообще отдельное приключение очень люблю разгоняться до 60 отпускать газ и дальше до следующего светофора фактически она тебя еще тянет на электромоторе скорость конечно же постепенно падает там едешь 60 59 58 57 вот в таком порядке но прикольно ездим экономим ну и также по динамике с гибридом достаточно интересно напомню здесь стоит обычный полуторалитровый трехцилиндровый турбированный двигатель на 177 лошадиных сил и у меня до этого был хендай sent of s 6 цилиндровым v-образным двигателем 2 и 7 литра с точно такой же мощностью так вот атлас едет как-то активнее что ли как-то быстрее разгоняется да это там не мега гонка не тесла по техническим характеристикам атлас выезжает из сотни примерно за 10 секунд но поверьте ощущение достаточно хорошие машина ведет себя достаточно бодро и возможно и в этом даже помогает как как раз таки этот мягкий гибрид вот как-то так дорогие друзья надеюсь все подробно описал больше про него тут толком ничего и не рассказать ну а кому было полезно и понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал заглядывайте в описании а мы продолжаем всем пока